Почему на угольных шахтах Каргандинской области происходят аварии, причем со смертельным исходом? Как обеспечить производственную безопасность горнякам? На эти вопросы пытались ответить службы ЧАЭС и директоры предприятий на совещание в областном Акимате. Актуальными вопросами на сегодняшний день в Акимате стали обеспечение производственной безопасности шахтеров и состояние углепромышленного сектора. В частности, была рассмотрена чрезвычайная ситуация на шахте Кумыр-Куат. 30 июля там произошел пожар. На данном объекте, опять же, нарушение всех правил и требований, отсутствует необходимый запас цемента, отсутствует необходимый запас песка. То есть, на аварийную ситуацию данный объект не готов. Сейчас в Каргандинской области действуют 11 шахт, 6 угольных разрезов и 5 малых угледобывающих предприятий. Общее число шахтеров составляет 16245 человек. Из них около 12 тысяч работают под землей. Горники добыли в 2009 году 32 миллионов тонн угля, что на 7 миллионов больше производства прошлых лет. Прогноз на 2014 – 32,5 миллионов тонн черного золота. В целом, вопросы реализации и развития угольной промышленности находятся в том числе на контроле правительства. В свое время была разработана концепция развития угольной промышленности до 2020 года, где Каргандинскому угольному бассейну уделен особый значение, особый блок вопросов поставлен по реализации соответствующих мероприятий. Прежде всего, там сделано упор на формирование условий для роста добычи коксующихся углей. Глава области и директоры угольных шахт рассматривали вопросы по строительству угольных бассейнов с 2015 по 2025 год для увеличения коксующих углей. И, как отметил Аким области, в нашем регионе нужно уделить внимание работам по глубокой переработке угля, развитию углехимии. При этом для шахтеров должны быть созданы безопасные условия труда. Вы руководители хозяйственных субъектов разложили принять необходимые меры по обеспечению в свое время подготовки. Вот это шестненько будет вашей модернизации вашего оборудования, реконструкции ваших предприятий. Вы хотите ли департамент общежитий продолжить контроль за помощью безопасности на территории? Бакатгулёк, Асва Жанайдар и Химжанов, Артём Ковалёв, 5 канал.